Ошибочен ли коммунизм? Журнал «Паримач» 10 ноября 1978 года. Представляем вашему вниманию дискуссию между Владимиром Буковским и Жаном Оренштейном, французским историком коммунистической партии, пытающуюся ответить на вопрос, является ли коммунизм в корне ошибочным учением или его исказила цепочка исторических событий. Элленштейн Буковский. Разговор лицом к лицу. Жан Элленштейн. Я думаю, что вы правы, осуждая определенные ключевые черты современного Советского Союза, черты, от которых вы пострадали как телесно, так и в отношении своей судьбы. Но в своих рассуждениях вы приходите к следующему выводу. Стремление к социальному равенству – это утопия, и любая попытка его достижения может привести только к диктаторскому режиму. Любое коммунистическое или социалистическое движение на Западе или Востоке может закончиться только ГУЛАГом. Я думаю, что здесь у нас с вами принципиальные разногласия. Владимир Буковский. Вопрос в том, возможно ли было построить в моей стране социалистическое или коммунистическое общество. Нас заставили следовать учению Маркса, и я надеюсь, что не ошибаюсь, когда говорю вам, что Маркс предсказывал победу социализма сначала в наиболее передовых индустриально развитых странах. Элленштейн. Россия в 1917 году была страной, которая не знала ни демократической структуры, ни демократических традиций, ни демократической организации, страной, которая была относительно отсталой, частично экономически и, во всяком случае, культурно. За революцией последовала жестокая гражданская война, по завершению которой большевики оказались у руля, унаследовав много веков варварства, установив железную диктатуру, которая являлась результатом гражданской войны. Конечно, большевиков нельзя извинять. Ничего нельзя извинять. Но гражданская война не была виной исключительно большевиков. Другая сторона совершала не меньшее зверство, чем Красная Армия. Имела место иностранная интервенция. И так это было следствием гражданской войны, которую нельзя рассматривать, изолировано от роли ЧК или ГПУ в последующие годы и условий, в которых эти органы, как вы их называете в своей книге, появились и развивались. Буковский. Мне кажется, вы не согласны с ленинскими постулатами о диктатуре пролетариата. Элленштейн. Да, я критикую ряд аспектов мышления Ленина, особенно в отношении проблемы политической демократии. Он недооценивал роль формальных свобод, которые марксисты слишком долго называли буржуазными свободами, и которые, как я считаю, имеют универсальную и неприходящую ценность. Когда я говорю о Ленине, то не столько в контексте свобод, но я имею в виду его монографию о развитии капитализма в России. Ленин показывает, что Россия, вступив в капиталистическую стадию, перешла в стадию империализма, и, следовательно, Россия вполне созрела для пролетарской революции. Ленин приводит в этой работе множество примеров и цифр, показывающих очень высокий уровень промышленного развития России в то время. Буковский. В своей книге я мало говорю об истории. Я не думал об этом и вообще не пытался о ней писать. Я знаю, что для широкой публики рассуждения на исторические темы могут быть скучными. Я рассказал о своем опыте, о своей жизни диссидента. Мои воспоминания – это воспоминания диссидента. Моей целью было не писать о последних 60-ти годах истории, а описать свою жизнь в Ленинградской психиатрической больнице, в Лефортовской тюрьме в Москве и в концлагере под Воронежем. Элленштейн. Это то, что делает вашу книгу такой интересной. Это человеческий документ, но в то же время вы крайне критически оцениваете Маркса еврокоммунизм, социализм и коммунизм в целом. Буковский. Давайте вернемся к истории. На Западе мы часто думаем и ошибочно думаем, что Россия, в которой, по общему мнению, существовала варварская традиция, традиция рабства, совершила серьезную ошибку, приняв марксизм, которую она могла только исказить и обезобразить. Следовательно, марксизм не виновен, а дело в России, тогда как знание русской истории, рубежа конца прошлого века, начала нынешнего, показывает, что крепостное право было отменено за два года до того, как это было сделано в Соединенных Штатах. Элленштейн. Для черных, а не для крестьян. Разница в том, что крестьяне составляли основную часть населения, в то время как рабы составляли едва ли 10% от общей численности населения Соединенных Штатов. Буковский. Возможно, но это была идентичная проблема. Мы имели дело с похожими психологическими структурами в обществе, терпимым к рабству. Элленштейн. Нет, Россия не была варварской страной. Буковский. Политически и психологически общество созрело, пришло к отмене крепостного права раньше, чем это сделало американское общество. Это только одна сторона вопроса. Точно так же мы забываем, что реформы 1860-х годов установили справедливое правосудие в России, регионализацию, и местное самоуправление было высокоразвитым институтом. Элленштейн. Реорганизация культуры не совсем русская черта. Мы видим ее в Китае, видим сегодня в большом количестве других стран Африки или Азии, или в Латинской Америке. Речь идет, как мне кажется, об отсутствии формальных свобод, таких как свободу печати, свободу ассоциаций и всеобщее избирательное право. Всего этого не было в России во времена царя. Даже если после 1905 года определенное количество этих свобод начало развиваться под давлением революции, словно царь должен был отказаться от балласта. Я хотел бы вернуться к основам, потому что, как мне кажется, это фундаментальная проблема, которую вы поднимаете. Вы пишете в своей книге. Только на кладбище обретают люди абсолютного равенства. И если вы хотите создать из своей страны гигантское кладбище, что ж, тогда записывайтесь в социалисты. Но так уж устроен человек, что чужой опыт, чужие объяснения не убеждают его. Нужно ему все самому попробовать. И с ужасом смотрим мы теперь на развитие событий во Вьетнаме и Камбодже. Печально слушаем болтовню про еврокоммунизм и социализм с человеческим лицом. Странное дело. Никто не говорит про фашизм с человеческим лицом. А почему? Почему фашизм с человеческим лицом не может существовать, потому что фашизм имеет бесчеловечное лицо, поскольку он основан на расизме, ненависти, терроре и целой совокупности процессов, присущих диктатурам. В конечном итоге это приводит вас к полному пессимизму и к принятию западного общества таким, какое оно есть, потому что подвергать его сомнению, как вы совершенно ясно говорите, это значит подвергать его риску превращения в огромное кладбище. Я считаю, что это в некотором роде дает формулировку нашей с вами дискуссии. Что касается социализма с человеческим лицом, говорите вы, его не существует. Но то, что в истории его еще не было, не означает, что он не появится. История показывает, что в ее ходе было создано много вещей, которых до этого не было. В противном случае мы все еще бы были на уровне Адама и Евы. Буковский. Марксизм также основан на ненависти, как и фашизм. Марксизм основан на классовых предрассудках. Элленштейн. Марксизм признает существование классовой борьбы, вот и все. Но он не основан на классовой борьбе. Он признает в истории существование социальных классов с противоположными интересами. Он не основан на предубеждениях или ненависти. Это проблемы экономических отношений, социальных отношений, политических отношений. И из этого анализа мы сегодня приходим к идее возможного на Западе демократического, мирного, постепенного, законного пути к социализму, а не жестокого, диктаторского и варварского пути, которые история показывала нам до сих пор. «Я считаю, что вы исходите из интерпретации Маркса, которая, возможно, является той, которую вы изучаете в советских школах на уроках Диамата и Эстмата, но которая не соответствует». Буковский. «Неужели французская коммунистическая партия отказалась от концепции диктатуры пролетариата?» Элленштейн. «Около двух с половиной лет назад». Буковский. «То есть ваша партия только что вышла из варварского состояния?» Элленштейн. «Коммунистическая партия Франции исходила из концепции диктатуры пролетариата, которая абсолютно расходилась с исторической практикой, существовавшей в России с 1917 года. Мы рассматривали эту проблему, исходя из разных исходных точек, и произошло искажение, обезображивание этих идей». Буковский. «Вы ставите на обсуждение очень серьезные проблемы, и мне нужно время, чтобы попытаться на них ответить. Я хочу еще раз подчеркнуть, что в России в конце прошлого века и в начале XX века на протяжении двух поколений существовала многопартийность. Существовало несколько политических партий. Что касается политических наказаний, то эти юридические и политические санкции применялись только по отношению к террористам. Я полностью согласен с вами в том, что мы были далеки от полной свободы. Были люди, были коммунисты, которых отправляли в ссылку и даже на принудительные работы. Это факт. Но существовала практически полная свобода эмиграции. И побег из ссылки был самой простой вещью. Надо было быть ленивым, чтобы оставаться в изгнании. Реальность такова. Искать корни советского коммунизма в варварстве истории России неправильно. Сколько советских людей, поддерживавших коммунизм, закончили свой путь в ГУЛАГе. Но не будем ограничиваться Россией. Элленштейн. Даже развитые страны, такие как Чехословакия, находились под влиянием Советского Союза. Буковский. Я вижу, что вы расширяете рамки нашего разговора, тогда как я хотел бы ответить на ваши предыдущие вопросы. Мои выводы никоим образом не указывают на то, что этот вопрос исторической традиции в социалистических странах. Дело не в этнических особенностях. Элленштейн. Я никогда не говорил, что дело в этнических особенностях. Буковский. Мы не можем приписывать полученный результат ни одной из этих особенностей, хотя эти особенности, безусловно, оказывали какое-то влияние. Марксистская идеология в любой эпохе и в стране с любым опытом неизбежно фатально приведет к известному нам результату. Я кое-что знаю о диалектическом методе. Мы начали бы обвинять Францию в варварском прошлом, если бы Франция начала строить коммунизм, который привел бы к ГУЛАГу. Мы начали бы вспоминать большой террор, вспоминать бонапартизм, вспоминать колониальную империю и пришли бы к выводу, что на самом деле во Франции никогда не было настоящей свободы. Нам стало бы казаться, что французы жестоки, что они всегда любили устраивать революции и строить баррикады. Это пример, чтобы показать вам, что внезапно, в рамках диалектического образа мышления, всегда легко найти объяснения, подобные тому, которые вы только что дали мне, тому, что произошло в России. Если завтра мы увидим коммунизм в Германии, тогда мы начнем вспоминать о нацизме и говорить, что немцы очень склонны к тоталитаризму. Элленштейн. Я не говорил, что народы виноваты. Я просто сказал, что существовал определенный набор исторических обстоятельств, которые привели к историческим ситуациям, которые мы видим. Я не экстраполирую ситуацию в России. Я как историк просто говорю, как все происходило и в каких условиях это происходило. Я считаю, что дело именно о функционировании государства. Потому что посмотрите, например, на то, что происходит в Никарагуа. Здесь речь идет не о марксизме, и я полагаю, что вы осуждаете происходящее в Никарагуа. Я считаю, что это не имеет ничего общего с христианским мышлением. И происходит не потому, что Картер – христианин. Права человека нарушаются не потому, что Самоса или Видела в Аргентине являются католиками. Речь идет о функционировании государства. Я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что критика социализма или еврокоммунизма, которую вы проводите на основе своего собственного опыта, в конечном итоге заканчивается, и я думаю, что это наша с вами основная точка расхождения, отрицанием любой возможности освобождения на основе того, что вы называете «эголитарной утопией». Буковский. «Я думаю, что, как историк, вы согласны с тем, что любая страна несет в себе зачатки или зародыш тоталитаризма». Элленштейн. «Совершенно верно». Буковский. «Следовательно, не в истории, не исключительно в истории мы должны искать генезис тоталитаризма. Истоки тоталитарных систем мы должны искать не в социальных структурах, о которых вы часто упоминаете. В каждом человеке, в каждом отдельном человеке существуют зачатки тоталитаризма. В этом опасность любой утопии, будь то так называемой «правой утопией» или «левой утопией». Потому что утопия, которая начинается с очень симпатичной идеи, вызывает к плохим инстинктам. Достоевский правильно сказал, что одним из источников энергии, одним из самых мощных двигателей в человеке является жажда всеобщего порядка». Элленштейн. «Я очень хорошо понимаю вашу страсть, ваше возмущение, но зачем критиковать только Маркса?» Буковский. «В этом и заключается опасность марксизма. Эти явления действительно, как вы сказали, универсальны. Они характерны не только для русских. Это черты, которые делают учение марксизма таким опасным. Я бы сказал, что церковь, в то время, когда она отказалась от светской власти, когда она ограничила себя, показала, что она осознает опасность тоталитаризма и осознает проблемы, которые несет в себе Институт Инквизиции. «В каждом из нас живет зародыш тоталитаризма, живет стремление к превосходству, в каждом из нас живет утопист, в каждом из нас живет стремление к эгалитаризму». «Чем вы можете ее подтвердить?» Буковский. «Это подсчет, на который у нас ушло много времени, особенно в пересыльных тюрьмах. Этап – это дополнительное наказание». Элленштейн. «Сколько лагерей сегодня в Советском Союзе?» Буковский. «Можно говорить о тысяче лагерях. По две с половиной тысячи заключенных в каждом лагере». Элленштейн. «Это осужденные по уголовным делам?» Буковский. «По большей части. Цифра в десять тысяч политических заключенных, приведенная Сахаровым, несомненно верна. Но мы должны добавить тех, кто попал в заключение по религиозным причинам и членов религиозных сект». Элленштейн. «Каков уровень смертности в этих лагерях?» Буковский. «На севере и в Сибири смертность намного выше, чем в других местах». Элленштейн. «Из ста заключенных, которые попадают в лагерь, сколько остается в живых по прошествии пяти лет?» «Важно попытаться внести ясность, потому что в своей книге вы затрагиваете эту проблему, но по касательной». Буковский. «Очень приблизительно из сотни заключенных, отсидевших пять лет, уровень смертности может составить 3%. Элленштейн. Короче говоря, я считаю, что это очень хорошо иллюстрирует определение, которое я дал сегодня СССР, когда сказал о мягком сталинизме. Но в конечном счете, считаете ли вы, что диссидентство – это лишь верхушка айсберга?» Буковский. «Я полностью убежден, что советские люди внутри своего сознания не приемлют этот режим». Элленштейн. «Вы также сказали, что Запад пытается успокоить свою совесть». Буковский. «Это правда». Элленштейн. «В чем вы можете его упрекнуть?» Буковский. «По сравнению с тем, в чем можно упрекнуть советскую власть, мало в чем». «По сравнению с тем, в чем можно упрекнуть?»